Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Даже если вы еще не изучали в школе физику и химию, то все равно, конечно, знаете, что вся природа в нашем мире, созданном Богом, подчиняется определенным законам. Есть, к примеру, закон земного притяжения. Благодаря этому закону мы с вами ходим по земле. А если бы земного притяжения не было, то мы бы просто улетели бы в открытый космос. А если бы вдруг это земное притяжение стало в сто раз больше, то мы бы, наоборот, не смогли бы и ног от земли оторвать, чтобы сделать хоть один шаг. Вот что творилось бы на земле, если бы земная материя не подчинялась законам Божьим. Но Господь так о нас позаботился, что мы бегаем и прыгаем и ходим по земле, совершенно об этом не задумываясь. Точно так же, дорогие мои, есть законы и в духовной жизни. И эти законы необходимо соблюдать, если мы хотим, чтобы в мире был порядок. Только открывают эти законы не ученые, физики, химики, математики, а святые люди, которые приобрели духовный опыт. О многих таких духовных законах нам может рассказать Евангелие. Ведь эта книга есть откровение Божие. Давайте почитаем о том, что произошло после крещения Господня в водах Иордана. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Взалкал старинное слово. Оно означает «сильно захотел есть». И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы сии камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот я прочитал вам отрывок из Евангелия от Матфея. На первый взгляд нам многое может показаться здесь странным. Зачем Христу надо было поститься и молиться сорок дней и ночей? Почему в эти дни искушал его Лукавый? Почему ангелы приступили к нему, Богу, только после того, как Лукавый отошел? И вообще, для чего он ушел в пустыню, а не сразу пошел к людям проповедовать Слово Божье? Все эти вопросы очень важны. И если мы ответим на них, то узнаем много интересного. Оказывается, есть такой закон духовной жизни, который говорит, что если мы хотим приблизиться к Богу, наследовать Царствие Небесное, то сначала нам придется пройти тернии и колючки, испытать козни Лукавого, изведать трудности. А иначе не получится никак. Допустим, перед вами высокая гора, с нее открывается великолепный вид. Но чтобы насладиться этой красотой, сначала придется карабкаться по узким тропкам, преодолевать овраги, пересекать горные речушки, ободрать о камни руки и ноги. И только тогда вас ждет заслуженная награда. Евангелие предупреждает нас. Царство Небесное не наследуешь просто так. Нас ждет путь, на котором враг рода человеческого Лукавый расставил много капканов и ловушек, чтобы помешать нам дойти до цели. Даже самому Спасителю пришлось преодолевать эти ловушки. И только после этого ангелы приступили к нему. Что же говорить нам грешным? Мы только в начале пути. И нам нужно смирение, мужество, смелость и надежда на помощь Божью. Тогда мы обязательно все преодолеем и достигнем Царствия Небесного. А что же Лукавый с его кознями, ловушками и капканами? «Сейрод изгоняется постом и молитвой», — сказал нам Господь. Так вот почему постился Христос в пустыне, чтобы молитвой и строжайшим постом изгнать сейрод. А когда Христос преодолел все искушения, то ангелы приступили и служили Ему. Этот отрывок из Евангелия так поучителен, что мы при следующей нашей встрече еще раз вернемся к нему. А пока до свидания, дорогие друзья, и храни вас Господь!